Про Биробиджан. Во-первых, этот проект возник из некоторого недоразумения, когда мы выступали в Гайдар-клубе и рассказывали в течение трех дней о жизни вне государства, то есть о том, как живет страна. Помимо государственного воздействия возник сюжет про евреев, и я услышал фразу о том, что евреев в еврейской области нет на что вскинулся. В результате мы придумали проект под руководством Михаила Чернова. Мы вчетвером провели полевые исследования в еврейской области, объехали всю территорию еврейской области, посмотрели там ситуацию. Проект реализовался на деньги, на пожертвования фонда «Хамовники», фонд поддержки социальных исследований «Хамовники», частный фонд. Мы начинаем очень большой проект по изучению миграции, трансграничной миграции из постсоветского пространства. И у нас начался этап пилотный, а в основном этапе еврейской области у нас будет рассматриваться как один из основных регионов для изучения трансграничной постсоветской миграции, трудовой миграции прежде всего. О том проекте, который мы реализовали, результаты которого мы опубликовали, их можно нетрудно найти. Там есть четыре публикации, включая еще и публикацию Бляхера о еврейцах. Я очень коротко в несколько слов изложу четыре тезиса тех результатов, что мы получили. Результаты неоднозначны. С одной стороны, они вызывают некоторое удивление, с другой стороны, они банальны. С третьей стороны, они позитивны, с четвертой, они негативны. Скорее, наоборот, надо сказать. С одной стороны, они негативны, а с четвертой – позитивны. Четыре тезисы следующие. Это особенный характер заселения территорий, который, собственно говоря, имеет последствия в наше время и будет иметь последствия в будущем. Второй тезис – о лоскутности территории нынешнего административного территориального образования, политического образования. Третий тезис – о шести противоречиях, которые мы там зафиксировали и которые имеют значение и будут иметь, опять же, значение. Ну и последний тезис – о несоответствии статусов, о несоответствии представлений, которые мы имеем как исследователи, как учёные, как политики. И той реальности, которую мы обнаружили, которая есть, как бы это можно сказать, на самом деле. Вот эта территория исходно пустая и давно пустая. Даже до начала действия Пекинского трактата активно заселялась. И было шесть этапов заселения этой территории. Собственно говоря, и эти шесть наследников продолжают составлять основные активные группы или акторы вот этого взаимодействия на этой территории. Это прежде всего, а может быть, одновременно, это казаки, переселённые сюда на берега Амура для пограничной службы из-за Байкалья. И они составляют основные старожильческие, то есть их потомки – основные старожильческие поселения при Амурье. Это старообрядцы, которые, возможно, даже раньше переселялись, чем казаки на эту территорию. Возможно, раньше. Есть такие предположения, но это очень трудно, но эти данные очень трудно получить. Старообрядцы очень маленькая численно группа, но очень влиятельная. Ну и казаки довольно влиятельны, но не настолько влиятельны. Местная власть считает, что старообрядцев, ну их почти нет, их там человек пятьсот, они живут в тайге, на выселках это не имеет значения, а в действительности имеет большое и даже колоссальное значение, в том числе для еврейской области. И, собственно говоря, у меня есть намерение и надежда, что всё-таки я попытаюсь этот вопрос исследовать детальнее. Третья важная группа – это строители Транссиба и переселенцы, которые, собственно говоря, переселялись не только в середине и в конце XIX века, но начиная с конца XIX века и, собственно говоря, до третьей, четверти XX века. Это большая размытая группа, которая составляет основное население численно еврейской области, но в действительности они не так консолидированы, как, например, казаки, как старообрядцы, как другие группы населения. Четвёртая группа, собственно говоря, национально-территориально образующая – это евреи, имевшие две волны переселения. Первая известна в 1920-1930-е годы и вторая – после войны, в отношении которых многие думают или почти все думают, особенно журналисты и политики, что их там нет, что их там 0,9%. Пятая группа – это таджики. Это постсоветская миграция, трудовая миграция таджиков и небольшое количество других народов Средней Азии. Эта миграция очень интенсивна, она интересна, и она, собственно говоря, ныне составляет один из системообразующих факторов, который влияет на будущее еврейской автономной области. Может быть, не будет ли она таджикской автономной областью? И вот этот вопрос, может быть, стоит обсуждать. Как раз в той статье, которую переслал мне Михаил Игоревич, этот момент неявно присутствует, очень неявно, в виде тезиса о том, что нам надо бы, может быть, организовать, не тезис, а даже, а предположение, надо бы организовать снова миграцию евреев в эту область, наполнить еврейским населением эту область. И шестая группа – это представители самых разных кавказских народов, дагестанцы, азербайджанцы, это и, ну, прежде всего, и армяне, которые имеют свое значение. Я не слишком долго говорю, потому что тезиса 4, может быть, надо остановиться. Соответственно, второй тезис – лоскутность территории. Территория лоскутна, потому что на каждой из трех частей этой территории, которую занимает примерно по два района области, действуют разные и этнические, и социальные группы, и эти группы имеют разное влияние. Есть запад, северо-запад области, это Малый Хинган, это, собственно говоря, уже гор, ну, практически это, да, горная часть, где основное влияние имеют русские и советские переселенцы, как бы советские люди. Это восточная часть Биробиджан и вся, так сказать, среднеамурская низменность, где имеют основное значение евреи, таджики и небольшая часть китайцев. И южная часть – два района приграничных, где, собственно говоря, основное влияние – это казаки-переселенцы, это пограничники, бывшие военные, нынешние пограничники, очень малой степени китайцы, и кавказские народы, прежде всего азербайджанцы. И эта лоскутность территорий, собственно говоря, имеет значение для будущего, как бы и социально-политического трансформации, которые так или иначе всё-таки будут идти в этой области. Шесть основных противоречий, я их только перечислю. Прежде всего, связаны с территориальной структурой, именно с особенностями заселения и последствиями в виде лоскутности. Второе – это особенности хозяйственно-экономической практики, которые демонстрируют разные этносоциальные группы, где эти практики разнесены, что очень позитивно. Одни контролируют одни виды экономического поведения, другие – другие, другие этносы. То есть этносы не конкурируют, что очень позитивно, очень важно. Этнические различия – ясно, что это этнический плавильный горшок, где всем очень хорошо. Это говорят и евреи, и таджики, и русские. Все говорят одно и то же. Здесь нам хорошо. Лучше всего жить таджиком в еврейской области, как считают сами таджики. Здесь есть, собственно говоря, три группы. С одной стороны, есть русские старожильческие – это казаки, переселенцы. Это есть группы советские, это евреи, кавказцы, средние азиаты. Есть группы постсоветские – это таджики и немного китайцев. Культурно-бытовые различия, то есть различия в образе жизни, которые, собственно говоря, привязаны к новым и старым обрядам. Есть новообрядцы – русские и евреи, есть старообрядцы – таджики, старообрядцы, азербайджанцы и так далее. То есть те, кто придерживаются разных культурно-бытовых стереотипов поведения. Социально-исторические различия связаны прямо с разной исторической памятью и поддержкой её. Конфессиональное многоцветье – то, что, в общем-то, больше всего привлекает внимание чужака, приехавшего журналиста, даже если учёного. Это то, что на еврейские праздники мусульмане готовят плов и угощают в синагоге евреев. Это то, что евреи ходят в православную церковь, а православная церковь ходит к евреям. И вот это конфессиональное многоцветье является очень важным, позитивным фактором. Четвёртый тезис – это несоответствие видимого статуса, видимого нам, предполагаемого статуса тому, что мы видим, что мы обнаруживаем в реальности. Во-первых, влияние еврейского, этнического фактора оказалось существенно более важным, чем это представляется всем. Приведу анекдот, который я, во-первых, опубликовал. Вы же не читали статью, я надеюсь, да? Наши статьи не читали? Нет? Никто не читал? Ну тогда я приведу анекдот, я ему рассказываю. В первую пилотную поездку я возвращаюсь в Хабаровск на такси с парнем-таксистом Бурятом. Я говорю, ну у тебя есть твои знакомые евреи? Да, есть, конечно же, тесть еврей, тёща еврейка. Я говорю, так жена еврейка. Ну да, жена еврейка. И дети евреи? Нет, дети русские. Анекдот, но это важный анекдот. Все там еврейцы, все чувствуют себя евреями. Фактор этот гораздо более важный, чем мы предполагаем, исходя из чисто статистических выкладов. Вот Михаил Игоревич не даст соврать, сколько получают, ходят туда в синагогу получать, точнее, получать материальную помощь еврейских семей, да? Пять тысяч человек? Может больше, может меньше, да? Второй тезис несоответствия статуса. Китайский фактор оказался существенно менее важным, чем мы предполагали, ну чем не мы предполагали, а другие. Мы знаем, что в том же 15-м, 16-м, 17-м годах китайская трудовая эмиграция на Дальний Восток составляла 7 тысяч человек, получивших годовую визу для работы. В еврейской области примерно 1 тысяча китайцев трудовые эмигранты с годовой визой, а временные эмигранты на 2-3 месяца для сбора урожая, сои и так далее, это не более 20 тысяч человек. И реально китайцев мы не видим. Третий фактор, фактор межэтнических отношений оказался весьма существенным, так же, как и четвертый фактор, межконфессиональные взаимоотношения оказались очень существенными. Спасибо. Спасибо.